МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остановить инфекцию. Меры борьбы с распространением коронавируса обсудили на расширенном заседании оперативного штаба города. Каждому человеку в голову вложить, что есть элементарные правила поведения, которые приостановят распространение этих заказов. Вот, наверное, сейчас осталось единственным действием меры, который, наверное, всем нам вместе нужно усилять. Главное – здоровье. Священнослужители призывают православных верующих провести Вселенскую родительскую субботу и праздник Троицы, не выходя из дома. Мы должны понимать, что угроза жизни остается, поэтому мы должны позаботиться о своих ближних, о своих родных и в эти дни оставаться в своих домах. До свидания, детский сад. Выпускники дошкольных учреждений простились со своими садиками дистанционно. Что в наших силах было, мы вместе с родителями, с нашими выпускниками все-таки скрасили такую минуту прощания грустного и превратили в такой веселый, радостный, позитивный, такой онлайн-выпускной. Все подробности далее, а начнем с главного. В Заречном прошло расширенное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под руководством председателя регионального правительства Николая Симонова. В работе штаба участвовали чиновники, врачи, представители Роспотребнадзора, Управление гражданской защиты, федеральных, муниципальных и частных предприятий и организаций. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Пензенской области, они обсудили очередные шаги по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. С подробностями Елена Степкина. Какие еще меры необходимы для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции? Этот вопрос стал главным на расширенном заседании оперативного штаба города Заречного. Помимо постоянно действующих участников, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил принять участие в работе штаба председателя областного правительства и регионального управления Роспотребнадзора. Началась встреча с официальной статистикой. Главный санитарный врач города озвучила, что на 5 июня в Заречном зарегистрировано 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 319 случаев с предварительным подтверждением. Прирост заболеваемости в основном это регистрироваться за счет взрослого населения. Значит, заболевших детей где-то составляет 10%. По возрастам от 18 до 59 лет это 76,2%, 60 лет и старше 23,8%. В основном регистрируется заболеваемость это в семейных очагах. На сегодняшний день зарегистрировано примерно 51 семейный очаг. На сегодняшний день в стационаре на лечении находится 76 зареченцев. На амбулаторном лечении 46 человек с легкой формой пневмонии. Более 200 граждан с предварительным подтверждением, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ. Что касается гнеболичных пневмоний, на сегодняшний день у нас на подограде нет ни одной гнеболичных пневмоний, в 4 месяца мы докторяли пневмонии, не вирусную пневмонию. Все пневмонии, которые сейчас есть, не все пациенты прошли через какие-то исследования и у всех подтвержденные ярко и кожи же не вирусной пневмонии. Предположительно, ковидной пневмонии. Но положительных тестов нет на ковид. Часть нет. Часть нет. А какая часть больше? Больше у вас есть. Больше которых есть. Да, там немного заболеваемости. Там один-два случая. Но учитывая высокую контургиозность вируса, это очень настораживает. И вот при опросе, когда мы проводим опрос заболевших, все-таки устанавливается то, что они заболели и идут на работу. Приходят работать. Почувствовал себя плохо, но работает. Потом скрывается, что он контактный. С кем-то сконтактировал с заболевшим. Вот такие случаи есть. И поэтому я считаю, что здесь большую роль должна играть администрация предприятия, чтобы ужесточить вопросы допуска на работу. Усилить контроль за соблюдением требований режима повышенной готовности призвал участников заседания и председатель правительства Пензенской области Николай Симонов. Он еще раз отметил, что соблюдение ряда простых правил каждым жителям области позволит свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией. Лекарства хватает, скорой помощи в машине хватает, койка хватает, всего хватает. Слава тебе, Господи, и сизы виноваты. Как бы было время, да и маску не найдешь, правильно? То есть вот эти все вопросы, ну, в основном-то, в общем-то, порешали. Теперь самое главное, на мой взгляд, коллеги, почему еще раз давайте, чтобы каждому человеку в голову вложить, что есть элементарные правила поведения, которые приостановят распространение этой заказы. Вот, наверное, сейчас осталось единственным действием меры, которую, наверное, всем нам вместе нужно усилять, усилять. Призвал собравшихся провести работу со своими сотрудниками по вопросу соблюдения требований режима повышенной готовности и глава Заречного. Олег Климанов подчеркнул, что очень важно выполнение всех противоэпидемических правил не только на рабочих местах, но и за их пределами. Единственный способ – это самоисоляция, дистанцирование, маски и так далее. То есть соблюдение вот этих правил – это единственный сейчас действенный мер, который позволяет избежать заражения. У всех на наших предприятиях, я нисколько не сомневаюсь, что все нормы и правила, которые установлены, соблюдаются. И это показывает практика, что у вас, слава Богу, заболевших на предприятиях мало. К вам огромные просьбы, я об этом постоянно говорю, еще раз не поленюсь сказать, все-таки своих работников призывать, соблюдать установленные правила не только на работе, но и в быту. Олег Климанов подчеркнул, что нарушители режима самоизоляции и других противоэпидемических правил привлекаются к административной ответственности. В ряду мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции глава города напомнил о запрете на проведение массовых мероприятий, в том числе религиозных собраний, а также посещение кладбищ. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Число заболевших коронавирусом в России за сутки составило 8726 человек, на 105 меньше, чем накануне. Больше всего новых пациентов в Москве у 37% болезнь протекает без симптомов, почти 85% заразившихся младше 65 лет, 9% – дети. За все время COVID-19 в России заразились 449 834 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. За сутки в стране умерли 144 человека с коронавирусом с начала эпидемии – 5528. Число выздоровевших от COVID-19 превысило 212 тысяч человек. За сутки выписаны 8057 пациентов. В Пензенской области прирост заболевших за сутки составил 90 случаев, на 6 больше, чем накануне. Общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 в нашем регионе достигло 2759. Среди пациентов 8 детей в возрасте от 1 года до 17 лет, сообщает официальный портал областного правительства. Почти половина из всех новых случаев заражения выявлено в Пензе – 43. Диагноз COVID-19 подтвержден также у жителей 15 районов области и Кузнецка. За истекшие сутки по выздоровлению было выписано 128 пациентов, на 44 больше, чем накануне. Общее число вылеченных за весь период – 2260. Также за сутки было зафиксировано 2 летальных случая. За весь период в регионе умерли 26 человек с коронавирусом. По данным эпидемиологов Межрегионального управления номер 59 ФМБ России, в Заречном за последние сутки подтвержденных случаев заражения коронавирусом не было. Таким образом, по состоянию на 5 июня общее число зарегистрированных больных с COVID-19 не изменилось и составляет 127 человек. Из них выздоровел по состоянию на 4 июня 81 пациент. Под медицинским наблюдением находится 456 зареченцев. Снято с медицинского наблюдения в связи с истечением срока самоизоляции – 989 человек. Православный мир готовится к Троицкой Вселенской Родительской Субботе. Этот день поминовения уникален для церковного календаря. Накануне одного из главных православных праздников – Троицы, верующие, молятся об усопших родственниках. Церковный устав называет эту Родительскую Субботу Вселенской. Троицкая Поминальная Суббота – единственная в году, которая привязана к Большому празднику. По традиции, во всех православных храмах в этот день проводится богослужение. Но в этом году в связи с пандемией коронавируса они отменены. Священнослужители призывают зареченцев не выходить в этот день из дома. Дорогие братья и сестры, дорогие зареченцы, с глубокой скорбью опять призываем вас к тому, чтобы в эти дни Троицкая Родительская Суббота, в день Святой Троицы Пятидесятницы, это суббота, воскресенье, вновь оставались вы в своих домах, совершали свои домашние келейные молитвы. Мы должны понимать, что угроза жизни, особенно людей, которые подвержены этой опасности, которые находятся в зоне риска, в группе риска, все же остается. Поэтому мы должны позаботиться о своих ближних, о своих родных и в эти дни оставаться в своих домах. Напомню также, что в соответствии с постановлением губернатора региона, продлившим действия режима повышенной готовности, в области по-прежнему остаются закрытыми для посещений кладбища. Вниманию автомобилистов! В субботу вечером будет закрыто движение через Ахунский переезд. Как уточняет официальный портал Госавтоинспекции по Пензенской области, сотрудники ОАО РЖД будут проводить работы в границах железнодорожного переезда 718-й километр Ахунский, расположенного на улице Кордон-Сурка в городе Пензе. В период с 20.006 июня до 10.007 июня проезд автотранспорта через железнодорожный переезд на время производства работ закроется полностью. Движение транспорта будет осуществляться в объезд через железнодорожный переезд 713-й километр по улицам Чаодаева и Свободы. Госавтоинспекция рекомендует водителям перед выездом заранее с учетом ограничений продумывать маршрут своего движения, призывает быть предельно бдительными, обращать внимание на установленные временные дорожные знаки и информационные щиты в местах проведения дорожных работ, соблюдать правила дорожного движения. В Заречном подведены итоги вторых гидравлических испытаний тепловых сетей. Они проводились в течение двух дней – 2 и 3 июня. В результате на трубопроводе было выявлено 23 протечки. Все они незначительные. В настоящее время ведутся работы по их устранению. Больших утечек в принципе не выявлено. Одна утечка у нас на трубопроводе 500 по улице Охунской. Остальные все в принципе достаточно незначительные. Без циркуляции запустили мы сегодня. Без циркуляции у нас остается менее 50 домов. Ближайшие полторы недели, я думаю, что мы все утечки устраним, влияющие на запуск циркуляции в жилых домах. Очередной этап гидравлических испытаний запланирован на начало июля. Введенные повсеместно ограничения на проведение массовых мероприятий неожиданно открыли новые возможности и перспективы для творческих коллективов. В частности, работающий во Дворце культуры современник Оркестр русских народных инструментов имени заслуженного работника культуры России Светланы Исаевой смог принять участие сразу в нескольких международных конкурсах. В обычное время поехать выступать в другой город для большого коллектива было проблематично. Теперь же, когда творческие форумы проходят в заочном режиме, зареченские музыканты смогли продемонстрировать свое исполнительское мастерство на самом высоком уровне. Оркестр русских народных инструментов успешно выступил на первом открытом онлайн-конкурсе искусства «Покрова на Неве». В фестивале приняли участие более 140 коллективов из разных регионов России и ближнего зарубежья. Все конкурсанты представляли свое творчество заочно, присылали видеозаписи концертных номеров. Представительное жюри высоко оценило выступление коллектива Дворца культуры современник. На международном конкурсе исполнительского искусства зареченские музыканты заняли первое место. У нас была довольно приличная конкуренция, более 100 участников, очень престижное международное жюри. Приятно было для нас то, что впервые профессиональным дипломом отметили нашего дирижера Светлану Валентиновну Ларину. Это ее первый диплом. Также отдельным дипломом был отмечен наш композитор города Заречный Геннадий Алексеевич Беляев. Специально для оркестра он написал концертный вальс. Именно это произведение было и заявлено для участия в конкурсе. И именно с этим произведением мы и заняли первое место. Онлайн-конкурс «Покрова на Неве» проходит в несколько этапов. Коллектив Дворца культуры «Современник» планирует продемонстрировать свое исполнительское мастерство и в следующих двух турах и получить право на участие в грандиозном онлайн-гала-концерте. Кроме того, стало известно, что Зареченский оркестр русских народных инструментов успешно преодолел отборочный этап международного конкурса «Адмиралтейская звезда», который пройдет заочно уже в этом месяце в Санкт-Петербурге. Дворец культуры «Современник» на предстоящие выходные приготовил для зареченцев сразу несколько интересных событий. Все они пройдут в дистанционном режиме. В субботу все желающие горожане смогут принять участие в праздновании Дня русского языка. Он проходит по всей стране ежегодно в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Работники Дворца культуры «Современник» проведут различные викторины и предложат вспомнить творчество великого русского писателя. Насыщенным и интересным обещает быть и воскресенье, 7 июня. 7 июня – это праздник русской березки, праздник Троицы. В этот день мы также приглашаем всех читателей наших аккаунтов присоединиться к празднованию этого события на просторах интернета. Будем проводить флешмоб с участием жителей нашего города. Мы предлагаем нарисовать березку и прислать нам личные сообщения в группу. Также мы приглашаем на мастер-класс по украшению березки. Стать участниками сразу нескольких праздников, не выходя из дома и соблюдая режим самоизоляции, очень просто. Викторины и флешмобы, запланированные работниками Дворца культуры «Современник», будут проходить на официальной страничке учреждения в социальной сети ВКонтакте. 603 зареченских дошкольника сказали про «щай, детский сад». В этом году из-за пандемии коронавируса в дошкольных учреждениях не проводились торжественные вечера. Но малыши, родители и педагоги постарались подарить друг другу праздник. Выпускные состоялись, пусть и в режиме онлайн. Я совсем-совсем-совсем не помню, как первый раз попал сюда, когда мы были вот такими, а сейчас мы ростом хоть куда. Малыши и их родители всегда волнуются, когда впервые переступают порог детского сада. Что их ждет в этом новом, таком интересном и неизвестном мире? Здесь они встретят первых друзей, будут путешествовать по сказкам, разучивать песенки и стишки. Беззаботное время пролетит незаметно, и настанет тот момент, когда озорные, непослушные, капризные, веселые и любопытные крохи вырастут. Пришли мы в садик малышами, два года было нам тогда. Порою так хотели к маме, а я ревела иногда. В 2020 году выпускники зареченских дошкольных учреждений из-за пандемии коронавируса прощались с детскими садами в режиме онлайн. Ребята вместе с родителями записывали обращения для своих любимых воспитателей и благодарили их за теплое, доброе отношение. Спасибо огромное всем работникам наших замечательных детских садов за то, что все эти годы наши дети росли, разбивались, мы были за них спокойны, они были сыты, довольны. И вообще, и вас всех очень любят, любят, любят и очень грустят по поводу расставания с вами. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим дорогим воспитателям, а также всему педагогическому составу детского сада номер 7, за то, что вкладывали душу в наших детей, воспитывали их, переживали за них, воспитывали как своих родных детей. Спасибо вам за то, что вы развивали и открывали в наших детях таланты. Ну а наши выросшие дети будут? Очень скучать по нашему дорогому детскому саду, по нашей группе и по нашим воспитателям. Педагоги дошкольных учреждений также подготовили для своих воспитанников и их родителей приятные сюрпризы. Они просто не могли оставить детей без праздника и организовали его дистанционно. Скрасили его мы как могли, проявили творчество, инициативу, фантазию свою, и что в наших силах было мы вместе с родителями, с нашими выпускниками, все-таки скрасили такую минуту прощания грустного и превратили в такой веселый, радостный, позитивный, такой онлайн выпускной. Мы не грустим, грустим где-то в душе, да. Хотелось бы такого праздника фееричного, радостного, прежде всего для детей, чтобы наши дети запомнили свои счастливые дошкольные года. Но ведь у них только все начинается, да. Пока вот еще дошкольная маленькая жизнь впереди, то у них огромный школьный мир, в котором тоже будет много ярких, запоминающихся событий. Да и на самом деле грустить, наверное, не стоит, ведь детство не уходит бесследно, оно остается в добрых воспоминаниях, светящихся от радости глазах малышей. Тот волшебный мир, наполненный впечатлениями и открытиями, который подарили педагоги дошкольных учреждений, навсегда останется в сердцах их воспитанников. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Проект «Взаимопомощь» автономной некоммерческой организации «Зато единая семья» вышел в четвертьфинал 10-го всероссийского конкурса «Доброволец России-2020». Более 50 тысяч заявок из всех регионов страны были поданы на соискание грантовой поддержки. Впереди претендентов региональный этап и оценка федеральными экспертами. Зареченский проект «Взаимопомощь» – коммуникативный онлайн-проект на базе мессенджера «Вайбер», созданный в июне 2018 года. Главная цель сообщества – вовлечение горожан в благотворительность и быстрое оказание помощи тем, кто в ней нуждается. Сегодня проект «Взаимопомощь» многофункциональный и оперативный, объединяющий несколько тысяч человек. К нему присоединились сотрудники социальной, медицинской и культурной сфер, представители СМИ и местных органов власти. Сообщество стало большой коммуникативной площадкой, которая позволяет найти друг друга тем, кто нуждается в помощи и тем, кто готов эту помощь предложить. Благодаря сообществу в течение часа можно собрать продукты или вещи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, найти утерянные документы и банковские карты, вернуть потерявшегося домашнего питомца или пристроить в добрые руки бездомное животное, получить бесплатные услуги или консультации. Какие изменения в деятельности сообщества «Взаимопомощь» и организации «Зато Единая Семья» произошли в связи с пандемией коронавируса и введенными ограничениями? Как строят свою работу активисты и в какой помощи они нуждаются? Обо всем нам подробно расскажет директор автономной некоммерческой организации «Зато Единая Семья» Надежда Волкова. Встреча в студии сразу после рекламы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главы Росатома Алексея Лихачева На Атом Маше запущен уникальный станок На ЧМЗ вдвое увеличили производство титановых слитков Смотрите в среду в 20.00 Жилой комплекс «Грин Парк» Это европейское качество по российской теме Звони! Подробности по телефону 231-001 Компании «Ренстрои» Новости на канале «Заречный» продолжаются и у нас по традиции время встречи с гостем. Сегодня я с удовольствием приветствую в нашей студии директора автономной некоммерческой организации «Зато Единая Семья» Надежду Волкову. Добрый вечер, Надежда! Добрый вечер! Итак, Надежда, мы позвали вас для того, чтобы поговорить о том, чем сейчас, вот в это непростое время, живет организация «Зато Единая Семья». Как вы переживаете вот этот период? Чем занимаетесь? В это время у нас получилось самое, наверное, насыщенное по работе, хотя нам пришлось, к сожалению, отказаться от некоторых проектов, которые у нас были ежемесячные. И вот, но это не снизило нашу нагрузку, а наоборот только увеличило, потому что количество обращений в нашу организацию выросло в один прекрасный день сразу разом. И, конечно же, было тяжело сразу перестроить работу организации, потому что у нас все были нацелены, каждый на какое-то свое направление, и в какой-то момент у нас на направлении именно оказания адресной помощи оказалось всего два человека. А обращений оказалось сразу много. Но мы очень благодарны, что нашлись волонтеры, которые нам готовы были помочь, и до сих пор мы очень рады, что эти добрые волшебники нам помогают и отзываются на наши призывы о помощи. И надо, когда что-то достать куда-то бесконтактно, они с удовольствием это делают. То есть получается, что вот для вас, как для организации благотворительной, организации, оказывающей помощь, вот это время, оно, наверное, оказалось и проверкой на прочность, и проверкой на действительно необходимость, да, вот вашей организации. Да, у нас, помимо того, что еще нагрузка легла социальная, у нас еще параллельно появилась возможность обучаться. И у нас все наши волонтеры с удовольствием начали обучаться дополнительно, чтобы была возможность, когда все закончится, с новыми силами, с новыми знаниями, новыми умениями. И, конечно, это тоже большая нагрузка, что это параллельно еще тем делам, которые мы делаем. И у нас получилось, что у большинства все работаем без выходных до сих пор. Или три выходных за все эти месяцы. Конечно, это тяжело, потому что периодически какую-то работу, допустим, если мы оказываем социальную помощь, мы это делаем в дневное время, а ночью мы учимся, пишем новые проекты, подаем новые заявки и так далее. То есть у нас получилось очень-очень насыщенное это время и гораздо больше, чем даже в обычное, потому что было распределение, и как-то оно шло своим чередом и по графику. А тут у нас все это, естественно, сумбур, все это выстраивание новых занятий, новых видов деятельности получилось. Но, тем не менее, мы рады, что у нас все получается, мы справляемся. Наверное, сейчас основной вид вашей деятельности – это, прежде всего, помощь. Естественно, что вы сейчас не организуете праздники какие-то. И в основном это помощь именно тем, кто в этой помощи нуждается. Вы упомянули о том, что вы продолжаете писать проекты, участвовать в конкурсах. Что это за проекты, что за конкурсы? Приняли участие во многих конкурсах. Пока результатов, конечно, не везде видно, потому что отложили рассмотрение заявок. Где-то перенос вообще самих проектов происходит, и, соответственно, приходится их дорабатывать. Нам всем направляют на доработку. Но мы приняли участие. Две заявки подали на фонд президентских грантов. Подали заявку в фонд «Гражданский союз», это Пензенская область. Подали в «Абсолют помощь» тоже благотворительный фонд, который занимается поддержкой в том числе и НКО. И еще мы подали на добровольцы РФ свою заявку. По ней уже, да, у нас сейчас есть какие-то сдвиги. Мы вышли в региональный этап. Ну, вот я так понимаю, что вот этот проект, с которым вы выступили на российском конкурсе, вышли в региональный этап, он у вас и родился-то, да, по итогам деятельности, которой вы сейчас занимаетесь, вот в этот период? Это, с одной стороны, да, но родился он гораздо раньше, он родился еще в 2018 году, но сейчас он набрал такой объем, что нам стало тяжело и нам необходима дополнительная поддержка этого проекта, потому что не хватает технических средств для реализации этого проекта. Если, допустим, мы с 2018 года как раз с Вайбером очень тесно сотрудничаем, и, кстати, многие функции, которые появились в Вайбере, это благодаря нашей организации, потому что мы вышли на поддержку, вот, и Вайберы, они идут и стараются разрабатывать многие вещи именно вот согласно нашим просьбам, потому что мы делаем оценку, что это необходимо, и они идут навстречу. Ну, у нас так сложилось, что за последние три месяца мы провели аналитику, и у нас за последние три месяца более 800 человек подключилось к проекту, и достигло 10 тысяч просмотров в сутки, то есть это большое количество, и мы не успеваем, то есть суперадминистраторы и администраторы не успевают отслеживать всю информацию, и, конечно же, необходимы новые технические средства, которые нам это помогут сделать. Вот, поэтому мы решили, что надо куда-то его подавать и поддерживать, потому что это получилась универсальная онлайн-платформа для оказания помощи, поддержки населения. Это не только материальная или продуктовая помощь, да, это та же информационная поддержка, тоже бюро находок, да, потому что все знают, что здесь можно обратиться. И поэтому, конечно же, все объявления, и вот в связи с пандемией, конечно, у нас возросло, где-то что-то кому-то надо достать, как это сделать бесконтактно, как это лучше где сделать, то есть, потому что выросло количество мошенников тоже. И поэтому в связи с этим, конечно же, всем хотелось найти то, что точно наверняка работает, кто где, с чем сталкивался, кто делится своими негативными, конечно. Ну и еще, конечно, это вышло в то, что небольшой выпуск пары для некоторых. Надя, если, вот вы упомянули, что вот все знают, да, если кто-то вдруг не знает, в чем заключается ваш проект, в чем его суть, вот основная. Основная суть – это оказание, быстрое оказание помощи населению путем привлечения мы и других людей привлекаем, да, и руководители каких-то предприятий, и органы местной власти тоже, потому что они все это видят, то есть, мы все отслеживаем. Где-то какие-то вещи мы можем, наоборот, быстрее оказать, потому что, ну… Вы более мобильные. Вы более мобильные, то есть, пока там напишется заявление, пока пройдет вот человек, все эти инстанции, а помощь-то нужна сейчас, сегодня, и, конечно, это спасает. Вот в сегодняшнее время, да, это самое актуальное, потому что это надо сегодня. И вы работаете именно в интернет-пространстве, вот все эти заявки, все это… Да, это все мы делаем с помощью мобильного устройства. Как вас найти? Найти, наверное, проще связаться со мной по телефону 8 903 323 43 17, и я могу добавить, скинуть ссылку на это сообщество. Если кто-то готов помочь, пожалуйста, тоже мы всю информацию даем, что, где, как, каким образом, что у нас происходит, какие-то, если интересуют. Также у нас есть страничка в ВК, но, к сожалению, все, что происходит в взаимопомощи, мы туда выкладывать не можем. Опять же, тоже это связано с тем, что если мы находимся вот в этом пространстве, да, в мессенджере, то у нас не хватает времени на социальные сети. То есть у нас, конечно, старается наш дизайнер, но на все времени не хватает. Почему? Потому что периодически люди не умеют пользоваться приложением, и им приходится очень много разъяснять, что, как, как им выложить свое объявление, как, куда им пройти, какие ссылки опасны, какие не опасны, какую информацию, где можно достать. И все это делаем, то есть вот мы администраторы и суперадминистраторы. Помощники вам нужны? Да, очень нужны. Мы всегда рады, когда у нас приходят новые люди, мы всегда рады расширению нашей команды, потому что чем больше людей, тем больше мы, значит, можем реализовать. И это даже всегда радует, потому что добрые волшебники, они всегда на вес золота. Спасибо вам, Надя. Я желаю, чтобы ваши ряды, ряды добрых волшебников, они пополнялись, ну и чтобы у вас хватало сил на все, на всю вашу добрую работу. У нас в гостях была директор автономной некоммерческой организации «Зато единая семья» Надежда Волкова. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречный». Будьте здоровы, берегите себя и не забывайте делать добрые дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова